Всем привет! В этом видео поговорим о том, что уровень оптимизма в Европе рухнул до рекордных значений. Портал Ipsos.com опубликовал свежие мартовские данные об уровне оптимизма в мире. Из него выяснилось, что подавляющее большинство жителей Европы сейчас считает, что их страны движутся в неверном направлении. Любопытно, что наименьший уровень оптимизма был зафиксирован во Франции и Великобритании. Руководство указанных стран с начала российской спецоперации проводит не просто русофобскую, а откровенно враждебную политику по отношению к России. Данная политика, как выясняется, пользуется все меньшей поддержкой в указанных странах. Сразу 82% жителей Франции сообщили, что они не поддерживают политический и экономический курс Макрона и французского правительства. 79% британцев высказалось против действия британского кабинета министров во главе с Ришей Сунаком. И Макрон и Сунак ранее предоставили гарантии безопасности Украине. Они выступили против мирного урегулирования украинского конфликта и призвали население Европы готовиться к войне с России. А война с Россией жителям Европы не нужна. Против ввода иностранных войск на Украину высказалось три четверти опрошенных европейцев. Жители Европы куда больше беспокоят их социально-экономическое положение. Оно продолжает ускоренными темпами ухудшаться. На фоне подорожавшей энергии энергоемкое производство в Европе сократилось. Спрос на европейские товары в мире упал. Экспортные доходы в большинстве стран Европы снизились, а бюджетные расходы на фоне притока украинских и ближневосточных мигрантов выросли. Негативную лепту в текущем году на экономике стран ЕС оказал отказ США от поддержки Украины. Это увеличило нагрузку на бюджеты европейских стран. На опасениях о возможном выходе США из НАТО европейские правительства в текущем году поголовно приняли решение о наращивании оборонных расходов в ущерб социальным расходам на поддержку населения. Логично, что военный разворот населения европейских стран приняло в штыки. В начале июня в Европе пройдут важные выборы в Европарламент, по итогам которых победу предположительно одержат так называемые евроскептики и патриотически настроенные силы, выступающие за ослабление роли Брюсселя в европейской политике в пользу усиления национальных государственных органов. Западные эксперты всерьез опасаются, что это может подорвать прежнее единство в вопросах военной поддержки Украины.